Всем привет! Вы на канале Роман с Хоккеем и в этом видео вас ждет рассказ про матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ между Металлургом и СКА. Хозяева после победы в Уральском дерби над трактором продолжают домашнюю серию игрой с лидером чемпионата. 72 очками магнитогорцы занимают четвертое место на Востоке по дополнительным показателям опережая авангард и на один балл отставая от автомобилиста. Накануне игры ССКА Столивары продлили контракты с защитником Алексеем Маклюковым и нападающим Павлом Акользиным. Армейцы же отправились на черехматчевый выезд после яркой домашней победы над Акбарцем. Подопечные Романа Ротенберга по итогам игрового дня могут досрочно обеспечить себе место в четверке на Западе. Матч начался довольно осторожно и до первой рекламной паузы команды присматривались друг к другу. Армейцы атаковали чаще, больше владели шайбой и самый опасный момент создал автор покера в прошлом матче против Акбарца Эмиль Галимов. Короткая передача и Камалов с хорошей позиции бросил, правда, прямо в Паскуале. СКА продолжал атаковать и смотрите, как хорошо вывели вот здесь Никишина на бросок. Но Саша попал прямо в конек Глотову и хозяева уже развернули свою контратаку. Изящная подкидка МАЕ и Лайпсик фактически 1-0 выскочил. Как тут Брэндон не попал в ворота, не знаю. Уже в следующей смене Григорий Дронов продлил свою результативную серию. Отскок от лицевого борта Дронов прошел вглубь и просто набросил на ворота. Шайба оказалась в сетке. На повторе видно, что очень хорошо перед воротарем сыграл Семен Кошелев. И, конечно, помешал Владиславу отразить бросок. Но в любом случае необязательный гол. Такие, конечно, нельзя пропускать. Ничто не предвещало беды для гостей, ведь они выглядели неплохо. Но менее чем через 3 минуты второй раз оказывается шайба в воротах Владислава Подъепольского. Начиналось все не слишком опасно. Вход в зону Зимчонок бросает. Отскок Кошелев на добивании спасает вратарь. Тут же Семен едет за ворота и вытаскивает шайбу на пятак. Тут почему-то все стоят и смотрят, как Чибисов расстреливает Подъепольского. И вот здесь шайба уходит за ворота. И Андрей Алтыбар Макян мог ее выбросить, если бы сыграл более рискованно. А так получается вторая волна атаки. Наброс серии рикошетов. Шайба выкатывается в правый круг вбрасывание. И оттуда Семен Кошелев сходу бросает по воротам. И прошивает Влада, который к этому моменту уже вообще был без клюшки. И посмотрите, далеко не самый опасный бросок вновь. Вот так Металлург очень быстро забрасывает две шайбы. И здесь опять же, да, с одной стороны можно похвалить вратаря за старание. Он бился в воротах, спасал. Но и первый бросок Зимчонка с кистей. И вот этот гол Кошелева. Ну согласитесь, ребят, это не самые опасные броски. С такими вратарь уровня СКА должен легко справляться. Не удивительно, что после этого тренерский штаб гостей решил заменить вратаря. И на лед вышел Дмитрий Николаев. Однако замена вратаря никак не встряхнула гостей. Металлург продолжил создавать момент. И вот здесь, казалось, Лайпсик должен делать счет 3-0. Но явно подзатянул с броском. И Андрей Педан успел вставить ему клюшку. Супер момент был еще один. И снова с участием иностранцев. Здесь уже длинная передача. Лайпсик здорово оставляет шайбу на синей линии. Ее подхватывает Мае, убирает в сторону, бросает. Николаев выкатывается, отбивает. Но шайба удачно отскакивает к Никонцу. Ворота уже пустые. Но здесь отчаянно сыграл и вратарь, и полевые. И в итоге отстояли ворота. Удивительный первый период получается. Ведь поначалу СКА действительно выглядел лучше. Это подтверждает даже умная статистика. Вот, собственно, график. И вот после той контратаки, в которой убегали Лайпсик и Мае, все меняется. И уже Металлург забрасывает две шайбы. А по моментам они вполне могли забросить даже и больше. Второй период начался с удаления у СКА. Игорь Ажиганов за задержку клюшкой отправлен на две минуты против Лайпсика. Здесь было нарушение. И идеальный розыгрыш большинства от Металлурга подняли наверх. Яковлев Егор докатил до вершины и подключил Голдобина. И вот здесь какая подкидка от Николая. Мае перед своим броском мог спокойно взять паузу. Что и сделал. Прицелился и поразил ворота Николаева. 3-0. Еще раз взгляните на этот великолепный розыгрыш. После третьего гола Металлурга возможность поиграть в большинстве получили уже армейцы. Посмотрите, как тут Дронов сыграл. За это, конечно, две минуты штрафа. Нельзя так брать шайбу. Но у гостей большинство не шло. Даже встать и начать розыгрыш они смогли только на последних секундах большинства. Недолго поиграли в равных составах. И снова удаление. Тут уже Александр Никишин нарушил правила. Металлург продолжал создавать хорошие моменты. И вообще первую половину второго периода просто доминировал на площадке, не позволяя армейцам навязать хоть какую-то контр-игру. А вот с середины периода СКА потихонечку начал приходить в себя. Хорошие моменты были у Волкова. Тут спас по сквале. А вот здесь уже позиционная атака. Здорово Алтыбар Макян с Ажигановым вывели Кетова. И прям с пятака Евгений бросал. И снова Эдвард подтащил свою команду. Вообще яркая иллюстрация того, что происходило сегодня с армейцами, показывает вот этот эпизод с Михаилом Пашниным. Смотрите, на ровном месте упал. И даже долго не хотел подниматься со льда. Видите, как бывает и такое, когда просто не идет игра. Видимо, сегодня как раз такой случай. Надо отметить еще во втором периоде, я считаю, это ключевое вратаря СКА Дмитрия Николаева, который вышел по ходу непростой игры и просто реально тащил. Вот здесь уже был убойный момент. Далее уже Коробкин. Посмотрите, как электричка убегает из своей зоны в контратаку. Выходит 1-0. И Бардаков уже в последний момент вяжет его по рукам и ногам. И арбитр назначает штрафной бросок. Выходит Джокер Егор Яковлев, капитан Металлурга, который великолепно владеет этим приемом. Но опять же Дмитрий Николаев прочитал капитана магнитки. И посмотрите, как уверенно блином отразил бросок. Причем, что обычно Егор бросает именно в дальний угол, туда, где ловушка находится. Но в этот раз хотел обмануть, но молодой голкипер СКА прочитал действительно этот эпизод. И, в общем-то, сохранил для своей команды возможность продолжать игру. 3-4-0 было бы совсем сложно. В концовке было еще удаление у Михаила Пашнина. И здесь уже магнитогорцы, по-моему, стали переигрывать самих себя. Голдобин перед пустыми воротами был. Мог бросать и забрасывать. Делать счет 4-0 в самой концовке. Но почему-то стал перекладывать. Перекладывать. И в итоге момент ушел. И в итоге второй период так и закончился счетом 3-0. Очень интересный отрезок, в котором Металлург мог легко забрасывать 2, а то и 3 шайбы. Но блистательная игра Николаева в воротах оставляла шанс СКА на возвращение в эту игру. Я думал, что перед третьим периодом рецепт был прост. Нужно было в третьем периоде как можно быстрее СКА забросить шайбу. И начали подопечные Романа Ротенберга заключительный отрезок правильно. Длинная затяжная атака. Посмотрите, какой длительный контроль. И вот здесь сначала вывели Жафярова. Убойный момент. Но Паскуали успел сложиться, отбил. Вторая волна. Никишин отдает на Хайрулина бросок. Не самый опасный. Но шайба все-таки в воротах. Там при повторе, которого не было, видно, что шайба задела клюшку защитника Металлурга. И, в общем-то, каким-то образом оказалась в воротах Эдварда Паскуали. Почти все две минуты провели в зоне хозяев петербуржцы. И, пожалуй, наиграли на этот гол. А вот еще раз повтор того самого эпизода, уже который был у Дамира Жафярова. СКА не убрал педаль с газа. И создал еще один момент. Хуснудинов с полборта, с разворота отправил шайбу на пятак. Там удачный отскок и грамотное подключение Игоря Ажиганова. Который ничейную шайбу на пятачке точно в девятку ворот упаковал. Вот еще повтор шайба лежит. Смотрите, Минулин спиной. Керн едет, пластается. Коробкин пытается клюшкой здесь залезть. Но, опять же, да, классно подстраивается Игорь под шайбу. И вот так СКА очень быстро отыгрывается. Поменялось настроение на площадке и на самой арене. А тут еще и удаление Архипа Николенко за игру высоко поднятой клюшкой. Ну, видно, что несчастный случай. Не хотел здесь Архип так играть. И у СКА появляется шанс сравнять счет. Но, опять же, вот этот компонент, который всегда в важных матчах играет ключевую роль, сегодня у гостей вообще не работал. И, наоборот, сыграл даже в минус. Потому что Жафяров при игре 5 на 4 нарушает правила на чужой синий. И игра уже в формате 4 на 4. А потом большинство хозяев. И вот здесь видна разница игры. Посмотрите, как нависли над воротами Столевары. И создали несколько моментов. И Николаев, и Полевые играли очень самоотверженно. По-настоящему бились за свои ворота. Металлург после этого большинства как бы сохранял вот эту инициативу. Продолжал атаковать. Но потом ненужное удаление в чужой зоне схватил Чибисов. Зачем, Андрей? Все же хорошо у вас было. И здесь тренерский штаб СКА берет тайм-аут. Потому что все чувствуют, что это, возможно, ключевой момент всей игры. И здесь, конечно, гости постарались найти свой момент для броска. Могучий щелчок педана. Но выше летит шайба. Другая спецбригада потом вышла тоже. Висела над воротами. Пытались найти момент. Но шайба в итоге прошла мимо ворот. Мимо всех клюшек. И вышла по закруглению из зоны. В концовке практически без пауз. Шла игра тайм-аут. У СКА уже не было. Они его сожгли. Но финальный штурм получился. Смотрите, какой наброс от педана. Тут показалось, что шайбу уже за спиной у Пускуали. Но это обман зрения. Еще вот здесь вывели Ажиганова на бросок. Но героический блок от полевого игрока. И в итоге Металлург все-таки побеждает в основное время, растрепав нервы всем своим болельщикам. Интересная игра получилась в Магнитогорске. Металлург здорово сыграл в атаке. Воспользовался своими моментами. А подопечный Романа Бориса Черотенберга провалили отрезок. Начиная от середины первого периода до начала третьего. За это время пропустили три шайбы. А еще сколько раз спас их Николаев. Один только булит Яковлева, чего стоит. Так что, на мой взгляд, все закономерно. Воробьева Илью Петровичу поздравляю со второй победой подряд. Мне кажется, Металлург постепенно просыпается. А вы свое мнение по этой игре обязательно напишите в комментариях. А у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Если все понравилось, прожимайте лайк этому выпуску. И, конечно, не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго.